Познавательная и увлекательная экскурсия была организована для воспитанников лагеря дневного пребывания школы номер 65. Дети побывали в здании госавтоинспекции, где сотрудники ГИБДД подробно рассказали им о своей службе. Также ребятам предоставили возможность посидеть в настоящем патрульном автомобиле. Встреча была приурочена ко дню рождения Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Все подробности события расскажем в сюжете. Еще на пороге госавтоинспекции слышны восторженные возгласы детей. Возможность увидеть работу настоящих полицейских изнутри выпадает не каждый день. Мне интересно узнать, сколько заработано оплата. Мне интересно, какое здесь нужно образование, чтобы здесь работать. Узнать об этом и многом другом дети смогут чуть позже, а пока инспекторы приглашают начать увлекательную экскурсию. Ее первый пункт – дежурная часть. Вы в самом сердце сейчас находитесь под разделением нашего. И вся информация аккумулирует. Старший инспектор отделения пропаганды и безопасности дорожного движения Нонна Гейнс рассказала, телефоны здесь не умолкают. Именно сюда стекается вся информация о дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в городе. Сколько у нас ежедневно происходит дорожно-транспортных происшествий? Примерно от 20 и больше дорожно-транспортных происшествий. За прошедшие сутки, ребят, у нас уже два ДТП с пострадавшими было зарегистрировано. Одно столкновение транспортных средств, два человека получили ранения. А также наезд на несовершеннолетнего пешехода, 13-летнюю девочку. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали о направлениях деятельности инспекции. Дети узнали. В структуре несколько служб – дорожно-патрульная, служба розыска, дорожного надзора, пропаганды. И у каждой своя специфика и свои задачи. Евгения Владимировна, расскажите, пожалуйста, основные направления вашей деятельности. По каким вопросам чаще всего обращаются граждане? Здравствуйте. Здесь ведется прием граждан, который осуществляется ежедневно. Выдача со спецстоянки транспорта, которые были помещены на спецстоянку за административные правонарушения. Также производится выдача водительских удостоверений по окончанию срока лишения. Также проводятся запросы по административным штрафам неоплаченным. То есть приходят граждане и интересуются, что оплачено, что неоплачено. Также выдаются справки о нелишении, которые требуются в организации для устроения на работу. Ну и если у гражданина возникают какие-то вопросы по линии ГИБДД, то здесь все на месте решается. И, конечно, в ходе мероприятия юным участникам дорожного движения напомнили о правилах поведения на дороге. Детям рассказали на конкретных примерах, чем может обернуться невнимательность. С начала года в Магнитогорске произошло 22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Из них 15 только за май и июнь. Сейчас вот эта картинка, которую вы увидели, она должна у каждого в голове отложиться, для того, чтобы таких аварийных ситуаций не создавать на дороге. Нельзя выезжать на велосипеде на пешеходный переход. Запрещено пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора. На самокате также такие же правила, как и для велосипедистов. Дети обещали следовать правилам, поблагодарили инспекторов за их непростой труд и поздравили сотрудников госавтоинспекции с профессиональным праздником. Будем помнить мы всегда правила движения и не станем никогда делать нарушения. С днём ГИБДД! Спасибо. Спасибо большое. Была у ребят возможность задать интересующие вопросы, на которые они получили исчерпывающие ответы. Демонстрация патрульного автомобиля – заключительная часть экскурсии, которая вызвала у детей особый интерес. Инспекторы рассказали и показали, как работают проблесковые маячки и сигнально-говорящее устройство. Дети признались – понравилось всё. Мне понравилось практически всё. Я первый раз в полицейском участке был. Нам рассказали о правилах дорожного движения, как и где правильно кататься на велосипедах и самокатах в нашем городе. Мы узнали много нового и интересного. Мы всегда будем соблюдать правила дорожного движения. Некоторые ребята отметили – встреча заставила задуматься, не выбрать ли в качестве будущей профессии службу ГИБДД. После этой экскурсии я очень подумала, захотела стать полицейским. Экскурсия очень понравилась.